Вот эти игры опасные, это попытка обладать страхом. Вообще это нормальный возрастной процесс. То есть для школьного возраста из нормы дети должны научиться обладевать страхом. Чтобы им обладевать, нужно его испытывать. А как его испытывать? То есть, понимаешь, очень много деятельностей, которые они делают, на самом деле направлены на искусственное вызывание страха. Просто если помнишь, мы в детстве тоже лазили. Лазили, прыгали со столов, прыгали с деревьев. На крыше загорали, по стройкам каким-то с бомжами. Шабу удалить. Да. И, ну, щекотали себе нервы. Ну да. Но поскольку мы были вроде как вместе, было не так страшно. По одному, я думаю, вряд ли. Ну конечно. Но тем не менее, сестра, у нас хватало мозгов, например, не пробовать прыгнуть с 12-этажки с дончиком. Я вот тут попозже, я наметила себе еще пункт, вот следующий. Снится кошки страшный сон или страшные сны, темнота и кто там под кроватью. Я вот там как раз собираюсь осветить момент, вот здесь просто про чувство страха, а про опасность именно с точки зрения внешнего события. То есть здесь больше о том, что ты чувствуешь и как-то какого-то. Тоже вот, не знаю, надо описывать, как страх переживает, или все дети это знают и так. Мне кажется, я просто думаю, что каждый ребенок хотя бы раз жизни пугался и наверняка знает, что это такое, как это ощущается.